всем привет с вами дядя жора это инстаньюз итоговый обзор новостей инстаграма за последнюю неделю и сегодня у нас в гостях популярный шоумен блогер актер главная роль в сериале школа завидный жених модель никита вакулюк привет привет приветшора сейчас мне не принято вот так сейчас принято вот так даже даже вот так наверно и и вот так иду на и и так надо да карточек лана не кажется друг на друг никита поможет сегодня мне сделать обзор новостей инстаграма начнем с профиля никита сейчас вам покажу профиль инстаграма никиты показывать откуда у вас эти фотографии это меня взломали ладно шучу это не никиты профиль сейчас я прохожу настоящий никиты профиль так вот он ты активный пользователь и пользователь инстаграма активный пользователь да но выставляешь посты каждый день истории и активный забивающих на самом деле ну короче ты это начинающий блогер так но я думаю вместе мы сегодня проведем обзор последних новостей инстаграма и так последняя новость сергею бабкину надоело стоять в пробках и он нашел для себя новый вид транспорта но последний раз я такую историю наблюдал с пятачком когда свинья летала помнишь наш это когда хорошо входит и выходит до когда винни-пух издевался над пятачком замечательно выходит и входит карантин так сильно ударил по концертам 95 квартала что евгений кашевой начал сдавать волосы заморозки в столице привели к сракопаду может снегопаду менее сракопаду алексей суханов очень сильно обрадовался первому снегу и и немножко перестарался доктор комаровский начал принимать пациентов на природе судя потому что он принимает ежа перед этим к нему приходила белочка или хорошие таблеточки приходили приходили входили выходили а сейчас рекламная пауза нет потому что пока нет спонсора 20 секунд а так могли бы в этом месте красиво прорекламировать какой-то магазинчик или какой-то бренд или бренд одежды в общем мы ждем тебя наш спонсор ну а пока нет настоящей рекламы мы покажем вам не настоящую октоберфест на борщаговке у нас октябрь круглый год михаил поплавский наконец-то понял как повысить уровень образования студентов иди придурок уроки в че обожает вен и судя по инстаграму анны тринчер студенток тоже знаете как я назову своего будущего сына миша честь мэн и да в честь его отца секс бывает чаще чем у меня а как часто у тебя каждый день рэпер потап в очередной раз предложил ольги бузовой записать совместный трек это единственный в истории случай когда бузова и мозги вместе потап столько раз предлагал записать совместный трек что мне кажется это первый раз когда не бузова трахает кому-то мозги а мозги затрахали бузовой в преддверии нового альбома надя дорофеева находится слегка в подвешенном состоянии с наступлением первых холодов владимир дантес купил себе зимнюю обувь или он просто разнашивает обувь для нади а я думаю что ему просто пришла повестка воинтон а может он еще одолжил стринге у нади чтоб точно нельзя он против чтобы надя носила его наряды более или менее больно на холодно сезон отопления это преступление не кричи постоль да ну блин это дантес ну да тебе же не нравится дантес в плоти да нет дантес нормально просто сейчас в моде одежда с блестками вот такая да мужики уже не те давайте посмотрим что случилось в одном из киевских переходов пару дней назад как что что происходит вообще ну как это какой-то кошмар это не кошмар это пи**ец пи**ец ну как смотри взрослые чуваки взрослые мужики одели трусы побежали в общественном месте по улице ну как так ну что в голове ну как вообще я не могу на это смотреть мне надо проветриться не те то б***** я думал ты нормальный ну ты то что в трусах лазишь блин ну у тебя что в голове б***** это пи***** ребята ну блин я не знаю что должно уже произойти блин ирена федешин во время карантина выходного дня налепила вареников ну вот такие перешки мама не помечники у нас сегодня неделя и мы не лепили себе вареники ну судя по всему дети возможно и не хотели лепить вареников но вот эта качалка в руках Ирины все-таки убедила детей и мне кажется что дети еще вскопали огород и поубирали квартиру замотивирует да качалочка мотивирует причем с первого удара ну надо было чем-то заняться на эти выходные на эти выходные вот карантин выходного дня кстати Никита а ты чем занимался на выходных ну как чем самообразованием смотрел обучающие видео семинары тренинги мотивационные программы короче залипал институт да такая же х** так ну что давай я следующую новость прочитаю давай Леся Никитюк хорошая фамилия попробовала новую маску инстаграм ну тут два варианта или активно ела вареники или чихнула в кокаин короче this is my look of the day как говорит Леся дальше скандалы Ольга Фреймунд оголила части тела перед камерой правильно снимать рукавички в украинском мове немае слова перчатки и рукавички навіть на пальчиках отже как их снимать ось так нет рукавички снимаем пальчик за пальчиком начинаючи в мазице закинчивая полетим пальцем слушай интересно а вот как бы она показывала если бы она захотела кого-то послать нахрен например то как просто типа из разряда иди нахер из-за постоянного карантина наши звезды начали быстро стареть вот что к примеру произошло с Анатолием Анатольевичем а из лада ямы вообще начал песок сыпаться актриса четкого пацца и блогерша Оля Станиславская после карантина выходного дня теперь выглядит так похудела а да я просто не видел телеведущего Тимура Мирошниченко так задолбал 2020 год что он психанул и уже встретил 2021 блин непонятно вот что Тимур Тимур думает что если поставить елку то побыстрее закончится 2020 не ну это идиотип бред какой не ну бред полный бред ммм алё а ставь елку говорят помогает да да елку уже ставишь давай давай я снимаю пока продолжаем ага а теперь в рубрике спецкор посмотрим репортаж нашего специального корреспондента Евгении Евгения Зачем я приставил руку к уху у меня же нет наушника ну зачем зачем просто понты здравствуйте меня зовут Евгения и я специальный корреспондент инста-ньюс рубрика спецкор сегодня мы с вами пообщаемся с владельцем одного из самых дорогих ресторанов Киева о карантине выходного дня здравствуйте подскажите как на вас повлиял карантин выходного дня как видите ну вижу что плохо да не неплохо и что же сейчас тяжелее всего тяжелее всего сидеть дома когда дома нет а кто это у вас там на лестнице лежит а это мой коллега предприниматель бизнесмен директор сети кинотеатров я так понимаю у него тоже все в хуй его да нет у него вообще пи***ец и что же вы можете сказать о тех кто принял этот закон ну что можно сказать об этих людях пи***цы блять конченые еб*** твари блять пи*** и все пи*** 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 вот собственно что я думаю об этих людях гаман пи*** причем это не только мое мнение подскажите пожалуйста что вы тогда тут делаете если это больше не ваш ресторан я пришел погреться а зайти внутрь погреться не снаружи а как это снаружи а вы что вы делаете что вы хватит да если ресторан денег не приносит то хоть согреюсь хоть какая то польза будет горелым воняет горелым я не чувствую у меня вкус и запах пропал еще пару дней назад пи*** он заразный и на десерт наша рубрика вопросы от подписчиков мы собрали от наших подписчиков самые интересные вопросы к тебе Никита так и подписчики ждут честных ответов обязательно ну что мое любимое поехали вопрос номер один чей пробовал и наркотики так да ладно да шаурма же это же наркотик наркотик не шаурма это ослабительное а тогда не Никита какую роль вы хотели бы сыграть роль мечта вот я хочу сыграть какого-нибудь такого знаешь супергероя с суперспособностями чтоб молниями стрелять там в злодея в общем электрика ты хочешь сыграть молниями стрелять да челюбитовый экстрим да а какой экстрим в меру водный вот все что на водичке вот это все люблю водный экстрим да вот доски чувствуется какая то связь с наркотиками водный хорошо как это ты юный аааа ты юный в таки руки отчути себе знаменитостью как это вообще Ну, это же у меня уже средние руки. Нормально, оптимально. Много ли текста вы учили, когда снимали в сериале «Школа»? Да х**я. Много. Это много. Да, реально много. Большие сценарии, сразу на ходу, да? Реально пиздец было иногда. Ну, вот как вот так, только еще в три раза толще, и вот это надо все за деньги. И все это только первый сезон? Нет, это одна смена. Это на один день. Снимали на ходу? Да, меня переодевают, одновременно красят, одновременно я стою, учу текст, и еще и репетируем сразу. Ну да, он даже быстро снимал. Да безумие доходило. Все ждали продолжение быстро, чем же закончится? Кем реально стати в детенстве? Ой, с пиваком. Да ладно. Ты поешь? Нет. Только после наркотиков? Да. После шаурмы? Так, хорошо. А, кстати, а я знаешь кем мечтал? Кем? Пограничником. А знаешь почему? А почему ты мечтал? Потому что я очень хотел немецкую овчарку, а она была у пограничников. И у меня был накрут, что я вырос, стану пограничником и у меня тоже будет немецкая овчарка. А когда я вырос, то у меня появился Йорк вместо немецкой овчарки. Какие качества вы цените у друзей? Честность, отданность. Ну, отданность это типа, чтобы деньги отдали, да? Ну, если пожечили. По-перше. И что, 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 что? Ну, чтобы любили меня. Хорошо. Какие виды отдыхания для вас лучший? Активный. Какие таланти вы открыли в себе нещодавно? Что-то открыли и забыл. Спевать, может, начали? Нет. Нет. Что же я открыл в себе? Что-то, здаётся, там… Третий глаз? Что-то там есть, там, виходило добре. Кулінарити? Шаурму. Ну, добре, проехали. Какие из сцен в сериале «Школа» были найважчі? Були такие? Були. Знаешь, эти сцены, когда там драма на максималках. И когда кто-то помер с близких. И нужно было это действительно через себя пропустить, как-то прожить. Ну, это тяжко, непросто. А постельные сцены были? Постельные сцены были, но это было быстро и не тяжко. Вот это, что ты с четверкой… Я говорю тебе. Короче, после сериала меня называют «Мивина», да? Три минуты и запарился. Подожди, а ты что метод? З училки мутил, да? Да. Ну что? Но до постельных не дойшло? Дойшло. А, були? Постельные? Прямо в школе? Прямо в школе постель такая сидит? Классно, да? В спортзале? До речи, это действительно было так. У нас был матрас в коридоре в школе, где мы подпочивали на нём между сценами. Бо коли 16 годин знімальна знімальна і хочеться відпочити, то дещо было. Чи змінилося ваше життя із виходом серіалу «Школа»? Бачите, что про школу питають? Ну, звичайно, уже змінилося. Дуже змінилося. А як може воно не змінитися, коли виходишь за хлібом в супермаркете? На тебе дивляться, не просто дивляться, а еще и подходят. А уже и хліб дают? Без коштового. Без грошей. В яких серіалах ви знімаєтесь зараз? Який жанр найулюбленіший? «Инстаньюз». Серіальчик. До речі, подобається мені. Так, у нас однакові смаки. Ми, до речі, з Нікітою знімалися в одному повнометражному фільмі, який вийде на цей новорічний. Тож, незабаром, фільм новорічний, український, «Мій дідусь Дід Мороз». Позитивніше кіно для всієї родини приходить. Задайте, пожалуйста, вопрос, Никите. Стоить ли смотреть серіал «Школа»? Он вообще интересный, а то я не видела і не хотілося б тратить время впустую. Ха-ха-ха. Мы нашли этого человека, который не смотрел серіал «Школа». Ха-ха. Кто еще не смотрел серіал «Школа»? ***, вас много? Аж вы ж ***, вы шо? Как, ты тоже не смотрел? Я с другой стороны смотрел. Как вы не смотрели? Вы шо? Или это я смотрел, потому что дети смотрят? Как вообще? Стоит смотреть серіал «Школа»? Стоит. Говорят, хороший. Ха-ха-ха. Не понаслышке. Так, ну, в принципе, все вопросы на сегодня. И у тебя сейчас будет очень важная миссия, Никит. Так. Выбрать лучший вопрос, за который ты дашь приз. Ха-ха-ха. Извини, я уже обещал подписчикам, шо ты дашь приз. Ха-ха. Шо ты дашь приз. Поэтому, какой тебе вопрос понравился больше всего? Слушай, я сомневаюсь между наркоманом и супергероем. Вот если бы был наркоман-супергерой, вот это было бы идеально. Нет такого. Ну, давай вот про супергероя. Никита, какую роль вы хотели бы сыграть, да? Роль мечта. Да, вот эта. Короче, роль электрика выбрал Никита. А вопрос задавала Ирина Томазова. Ирина Томазова. Поздравляем. 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 И вас ждет прекрасный приз от Никиты. Вас ждет сертификат в Брокарт. Мы вам передадим когда-нибудь в 2021-м. Если доживем. Грустно сразу. Хорошо. До Нового года. Все. Пускай это будет яркая концовка 2020-го для Ирины. Активно участвуйте в следующем конкурсе. Ждите следующий анонс. Задавайте свои вопросы. И выигрывайте призы от наших гостей. А сегодня у нас в гостях был популярный блогер, шоумен, актер. Я бы даже сказал актерище. И завидный жених Украины Никита Вакалюк. Спасибо Никитос. Спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. А это другая тема. А нет, это тема сюда тоже. Тогда делайте это. Подписывайтесь на Никиту. Подписывайтесь на дядю Жору. С вами были дядя Жора и Инстаньюз. Встретимся через недельку. Пока. Пока. А вдруг будут хейтеры, что делать? Хейтерам на ***. Ага, хорошо. Ага. 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 Ага.